Добрый день! Сегодня мы встречаемся с Натальей Бредневой Константиновой, учредителем группы компании NY Group. Наталья, сразу хочу, с самого начала, вот учредитель группы компании, это серьезно. А как начиналась ваша дружба и любовь с Кипром? Как случилось, что вы попали на этот остров? Здравствуйте! На остров я попала в 2003 году, совсем молодой, приехала с друзьями за компанию, помочь им по бизнесу, потому что на тот момент я уже окончила языковую школу в Москве, хорошо разговаривала по-английски, и у них был, как у многих русских, страх, когда мы попадем на остров по делам, кто же нам переведет, как же мы поймем вообще, что нам говорят и как нам вести бизнес. Поэтому я поехала с ними за компанией, вот, все сложилось благоприятно. Сразу же с первого же дня пребывания на Кипре получилось так, что у меня было прямое воздействие с киприотами, то есть мы сразу же, меня сразу же окунули в глубокую воду, вот. И так я поняла, что, в принципе, вполне возможный вариант остаться на острове и попробовать здесь. Первоначально не было, конечно, таких планов остаться на столько лет. Было желание, как у всех молодых, попробовать, скажем так, такого вида тест-драйв. А что было самое необычное? Вот какие знания и навыки из вашей прежней жизни до кипрской вам на Кипре пригодились? А чему пришлось учиться совершенно заново? Ну, на самом деле, я была очень молодая в том возрасте, поэтому, в принципе, особых навыков и не было. Все было впервой, в любом случае. Все было интересно. Я осталась в итоге на острове, ну, естественно, друзья там закончили свои дела и уехали. Я осталась одна, поэтому всему пришлось учиться с нуля. Да, но самый большой, конечно, навык, которым я выучилась и который, я считаю, самый главный на Кипре, независимо от того, ведешь ты бизнес или живешь, это, естественно, язык, греческий язык. Я пошла на языковые курсы, выучила достаточно быстро и сразу же окунулась в общение. В то время было достаточно просто, ну, и сейчас, конечно, просто выучить греческий язык при желании. Но я считаю, что это все-таки один из самых главных таких вот показателей для местных жителей, не только киприотов, я думаю, любой страны, когда иностранец к ним обращается на их родном языке. Голя, на государственном языке страны, конечно, это уже очень важно. Сколько времени у вас ушло на изучение языка? Когда можно было сказать уже, что вот я говорю по-гречески? Очень быстро. Буквально, ну, может быть, полтора года максимум, потому что я все время пробовала сразу же, пробовала себя в языке. Затем я устроилась работать в фирму по продаже недвижимости и как-то пришлось заставлять себя общаться на греческом языке, дабы с партнером обменяться какими-то быстрыми вопросами, чтобы, грубо говоря, не поняли клиенты. В общем-то, как-то получилось так, что вошла в рутину очень быстро. Хорошо. Расскажите о своем профессиональном опыте, о том, опыте, который помогает вам сейчас, когда вы руководитель компании, основавшей свой собственный бизнес. Что этому предшествовало? Как вы учились вести бизнес? Вы знаете, я думаю, как у многих девушек или вообще наших соотечественников, которые приехали на Кипр в конце 90-х, начало 2000-х годов, я думаю, что профессиональный опыт у нас у всех был примерно одинаковый. Первое у нас, значит, первый наш такой кикстарт – это был туризм. Естественно, очень многие прошли через туристический бизнес, будь то рэпы или представители, ну, в любом случае через туризм. Следующий этап, я тоже считаю, что очень у многих, это была недвижимость. Вот. И потом уже каждый расправил крылья более-менее и выбрал себе дорогу по душе. Но самое главное, чему я научилась и до сих пор придерживаюсь этой линии, что как сервис-провайдер любого-любого-любого профиля на Кипре, в первую очередь мы продаем Кипр как страну. Потому что неважно, что мы предлагаем в сфере услуг, в любом случае выбор на данный момент у потенциального покупателя огромный. Это может быть Испания, это может быть Люксенбург, это может быть любая страна. Поэтому первоначально мы всегда продаем Кипр, рекламируем Кипр как своего рода направление или вот именно почему должен потенциальный клиент выбрать Кипр. Следующий этап, мы рекламируем или продаем свой город, Лимассоу, и уже потом свой сервис. Как зажимовалась компания? Давайте поговорим о том, когда вы ее создавали, как вы думали, какие сервисы и услуги вы будете предлагать и как последний год внес коррективы в эти планы, что появилось нового? Вы знаете, всегда с самого первого дня, когда я была на Кипре, я убедилась, что любого рода услуги, они должны быть заточены, вот если мы хотим, например, выбрать как потенциальных элементов наших соотечественников, естественно, всегда существует, как я и сказала с самого начала, языковой барьер. А также незнание культуры, каких-то привычек, национальностей. Я, как человек, который живет на Кипре столько лет, конечно же, уже полностью влилась в киборский быт, абсолютно. Поэтому мне легко сопроводить человека, клиента, неважно, какая ему нужна помощь на Кипре, и обойти все острые углы, дабы его опыт дали на Кипре, был положительный. В общем-то. Поэтому я всегда узнала, что нужно создать такой сервис, который будет помогать людям быстро, безболезненно пройти через любой опыт или любую работу, которую нужно сделать на острове. Так оно и получилось. Так было в туризме, так было и в недвижимости, когда человек приезжает и покупает, например, дом на Кипре. Он же не знает всех вот этих вот подробностей, вот эту внутреннюю кухню. Он видит красивую картинку, видит красивый домик на море. Это все. Это все. Вот это мечта. Очень легко разрушить мечту. Очень сложно впустить так профессионально все красиво в будущее, чтобы оно так и осталось красивым и приятным опытом. Которым, естественно, потом поделится со своими друзьями, близкими, которые наверняка дальше захотят приехать на Кипр и уже обрадоваться здесь. А если у вас какая-то специализация, вот лично вы в компании выполняете, какие функции, которые лучше вас никто не может выполнить? Я по специализации экономист и, естественно, как домохозяйка держу все в своих руках. А вообще практически все функции выполняю я сама. Естественно, у меня есть большой коллектив, но как бы решения все идут от меня. На данный момент основной вид деятельности моей группы компаний – это все-таки регистраторские деятельности, то есть корпоративные услуги, регистрация компаний. И все, что из этого исходит, а это целый мир. Это может начинаться от создания каких-то бизнес-планов, от открытия счетов, может быть, релокации компаний, потому что на сегодняшний день никто не привязан к такому месту как таковому, особенно компании, которые работают через интернет. В общем, многие выбирают, могут запросто перевести свой офис на Кипр, например, или в другую страну. Также любого рода поддержка, которая нужна компаниям, какие-то консалтинговые услуги. В общем-то, все, что нужно. То есть сопровождение клиента полностью, от и до. А скажите, как изменился Кипр за этот год? Какие новые услуги появились? Или какие услуги, наоборот, стали непопулярными? Самое главное, конечно, изменение, которое мы пережили все, оно к тому шло, естественно. Но COVID, он прям подтолкнул это изменение. Всем пришлось научиться работать онлайн, всем пришлось научиться работать на удаленке. То есть если раньше иметь возможность предлагать сервис онлайн, будь то магазин, это была какого-то слова, такой, сказать, роскошь, то сейчас это необходимость. Вот. Плюс я представляю, что компаниям, которые очень много лет существуют, это такие консервативные, я думаю, им было очень сложно перейти. И вот так за одну ночь, за один день, грубо говоря, на онлайн-обслуживание. Мы к этому готовились, нам всегда нравился цифровой мир, поэтому особо нас это не шокировало. И сказать, что как-то нам было сложно, нет. Конечно же, есть общее настроение, оно влияет на всех. Но именно вот в течение нашего, видишь, такого бизнес-процесса не было особо изменений. Мы готовим интервью для выпуска журнала, который будет посвящен деловым женщинам. И вот я хочу задать вам вопрос, а какая она, деловая женщина, какой она должна быть? Какие качества вам, может быть, себе пришлось развивать или культивировать? Чему пришлось учиться для того, чтобы чувствовать, что да, вы на своем месте, вы руководитель компании, вы настоящая деловая женщина? Ну, конечно. Какие качества? Ну, конечно же, нужно иметь такое достаточно сильное терпение, потому что все-таки Кипр, это, я думаю, что это все еще мужской мир. Все равно нам сложнее женщине. Все равно от женщины ожидают параллельно бизнес и бизнес, ожидают выполнения и прямых обязанностей. То есть их никто не отменял. Конечно же, можно нанять помощь по дому, и там, может быть, даже с детьми, но, тем не менее, семью нужно держать как-то все вместе. Терпение, любовь, это, я думаю, самое главное, что помогает во всем понимании. А вы любите то, чем занимаетесь? Конечно, конечно, я к этому шла. Я считаю, что я эксперт в этом вопросе. Мне нравится помогать людям, мне нравится советовать им и, может быть, помогать им избежать каких-то ошибок, которые могут впоследствии стать достаточно серьезными проблемами. Да, корпоративный бизнес, он такой, достаточно брутальный, но в то же время очень интересный и достойный. В завершении нашего интервью скажите, как меняется этот самый корпоративный бизнес на Кипре? Что вы видите, каковы тенденции, куда идем? Ну, организация компании в любой стране для любого бизнеса – это буква «А», то есть без этого никуда. Я думаю, что оно всегда будет востребовано. И, естественно, вне зависимости от того, какой тренд будет, будут ли в моде более IT-компании, или будут ли в спросе какие-то новые услуги, организация юридического лица, она всегда, я думаю, что будет буква «А» в любом бизнес-процессе. Хорошо. Спасибо вам большое. Хочу поблагодарить за наше интервью и задать самый-самый-самый последний вопрос. Если бы вы хотели пожелать чего-то нашим читательницам, таким же, как мы с вами, деловых женщинам, владельцам компаний, вот в чем бы заключалось это пожелание? Буквально две-три фразы. Всем желаю, женщинам, мужчинам, детям, подросткам никогда ничего не бояться. Никогда. Следовать своим мечтам, следовать своему сердцу. И я уверена, что если отпадут страхи и какие-то комплексы, то из каждого человека может распустить красивый цветок и получится что-то очень замечательное. Мы все разные, но все прекрасны. Спасибо за такие чудесные слова. Действительно достойное завершение нашей с вами беседы. Спасибо.